стояла на монохроматоре такая штука я сделал смелое предположение что это многооборотный энкодер выглядит очень интересно давайте разберем посмотрим что внутри да это же волновая передача красота вот тут еще одна волновая передача потрясающе интересно в обратную сторону она будет крутиться о да классно тут какой-то усилитель а тут какая-то страшная плата что это какие-то инопланетянские технологии блин как это типа парафин что-то что-то такое мягкое, но не смазка просто она не снимается а вот тут еще есть не уверен, что она достанется потому что подшипник держит ее что-то открутить я открутил а оно все равно не снимается а оно теперь прокручивает мешает снять, видимо, вот эта вот палочка так, что-то тут как-то все плохо пойду с другой стороны а тут что? а тут еще один энкодер видимо это неведомая фигня так вот а потом вот я что вот 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 Всего два контакта, то есть все эти элементы подключены параллельно. ФД256, это фотодиоды, что интересно они все подключены параллельно. Значит, получается, что вот эти штуки это светодиоды? Вообще не похоже на светодиоды, я таких никогда не видел. Тут как будто металл. Если это фотодиоды, то что еще может быть с другой стороны? Так. О, это действительно светодиод. Видно уже диск с прорезями. Интересно, удастся ли мне его оттуда достать. Так, нет, к сожалению, я ее отсюда не достану, потому что... Для этого мне нужно удалить все эти провода, а я как-то все-таки не совсем хочу ломать эту вещь. Теперь мы отсюда вымой эту штуку, предположительно светодиод. Вот. 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 Блин, да чего сложная вещь. Ну все, дальше разбирать не буду. Хочу все-таки обратно собрать. Ну так, с электрической точки зрения эта схема устроена довольно просто. Здесь есть с одной стороны светодиоды. Их тут много, они организованы в какую-то матрицу. То есть здесь в одном диске их... Вот в этом диске их 11, в остальных по 12. И к ним подходит всего 8 контактов. То есть они организованы в какую-то матрицу. Не знаю, в какую мне неохота разбираться. И есть фотодиоды. И все фотодиоды, они соединены параллельно. Все, вообще вот все... Вот тут прям видно эти провода. Вот эти провода с фотодиодов, они пошли, пошли, пошли. Здесь они обломались уже. И эти провода уходят вот на эту крышечку. В крышечке сидит усилитель. То есть, по-видимому, они все параллельно. То есть, я точно знаю, что они все параллельно. Там стоит какой-то усилитель, который посылает общий сигнал по проводу. И система, которая должна считывать показания этого энкодера, она должна зажигать последовательно каждый из этих светодиодов и смотреть, пришел ли сигнал с усилителя. С механической частью тоже вроде бы все просто. То есть, мы имеем входной вал. На нем стоит энкодер. В этом энкодере стоит 11 диодов. И, судя по всему, они мониторят всего 6 дорожек. То есть, по два диода находятся на одной дорожке. То есть, они на одинаковом удалении от центра находятся. Но так как дорожек всего 6, следовательно, битность этого энкодера 6. То есть, он может отличить 64 положения. Дальше стоит редуктор. Волновая передача. Поступает на следующий энкодер. Там стоит 12 диодов. Тоже 6 дорожек. И тоже 64 положения, соответственно. И редуктор 1 к 64. Как и ожидалось. То есть, я повертел, посчитал. Это правда. И дальше стоит снова редуктор. И еще один энкодер на 12 диодов. 6 дорожек. Тоже на 64 положения. Значит, почему дорожек 6 диодов больше? Я, на самом деле, точно не знаю. Но я догадываюсь, что причина в том, чтобы разрешать промежуточные положения. То есть, вот я для примера возьму такой счетчик. Вот. Допустим, вот мы его крутим, крутим, крутим. И вот в этот момент мы захотели считать положение. Первая циферка у нас считалась как единичка. Вторая как нолик. Третья как нолик. Четырая как нолик. То есть, мы получили тысячу. Хотя, на самом деле, нужно было считать либо 1999, либо 2000. И вот из-за того, что старшие биты могут считаться неправильно в промежуточных положениях, могут возникать очень серьезные ошибки от счета. И я так думаю, что вот эти дополнительные диоды, то есть по два диода на дорожку, используются как раз для того, чтобы эти ошибки корректировать. Как именно, я, к сожалению, пока не знаю. Если кто не знает, напишите в комментариях. Да. Итого получается, что этот энкодер может измерять поворот на 4096 оборотов с разрешением примерно 5,6 градусов. То есть 64 отсчета на один оборот. Вот. 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 Вот.